Всем привет! Рада видеть вас на канале Woman and Dragon, женщина и дракон. И в сегодняшнем своем ролике я хотела бы немного рассказать о содержании молочных, ну и королевских змей, соответственно, тоже. И начать этот ролик, я думаю, стоит с того, что нужно рассказать о необходимых вещах и вообще в ожилплощади, которая вам понадобится в первую очередь после того, как вы приобрели змею. Змею вы могли купить на выставке, на том же самом рептилиуме, купить у частного заводчика, либо, в самый распространенный случай, купили змею в зоомагазине. И вы принесли домой этот маленький полосатый шнурок, вот, наверное, с мизинец толщиной, может быть, даже чуть меньше, может быть, чуть больше, это не суть важно. Ну, а придя домой, вы начинаете судорожно вспоминать всю информацию, которую вам предоставил продавец, либо не предоставил, как часто бывает в зоомагазинах, там либо продавцы вообще ничего не знают, не рассказывают, либо столько информации выливают на покупателя, что человек просто готов уже скупить там все, что у них есть, лишь бы выполнить все их указания. И вот вы остались дома наедине со своим шнурком, с тем, что вы для него купили или не купили в зоомагазине, неважно. И у вас начинается паника. Так бывает, когда ты начинающий, когда у тебя первая змея, когда у тебя вот этот маленький шнурочек лежит, свернувшись в лоточки в маленьком пластиковом, и ты не знаешь, что с ним дальше делать. Так вот, самое главное, выдохнуть и не паниковать. Эти змеи самые несложные в содержании. Это не питоны, не удавы. Им не нужна какая-то особенная влажность, высокая температура, и они не отказываются от еды. У них все с этим хорошо, ну, соответственно, если змея здоровая изначально. Какие бывают нюансы? Бывает такое, что змею, если вы покупаете ее через интернет, то есть вам привозят змею, либо от заводчика, либо из магазина, и вы не знаете, ела ли она уже или нет. Либо вам привезли шнурка, который вот только вылупился, и он еще не поставлен на корм, то есть он не съел свою первую мышь, и неизвестно, начнет ли он вообще есть самостоятельно. То есть бывают такие случаи, когда змеи не начинают есть сами, и их приходится раскармливать насильно. Ну, то есть запихивать мышек, это вариант не для новичка, поэтому стоит покупать змей в проверенных магазинах, либо у проверенных заводчиков, которые не продают таких маленьких змеенышей, которые еще не начали есть самостоятельно. В общем, это самое первое, о чем вам нужно озаботиться, когда вы покупаете змею, это узнать, кушала ли уже эта змея самостоятельно. Ну, то есть взяла ли она сама корм с пинцета. Вот, если она кушает, все хорошо, берете змею, приносите ее домой, и не надо ее кидать в огромный террариум. Ну, не нужно стеклянный в огромный, вы ее там потеряете. Или, не дай бог, что-то там не дозакрыли до конца, вот эти вот стеклянные дверки. Я даже боюсь подумать. В общем, змея маленькая, вот такая тонюсенькая, вы не заметите, не уследите. Она прошмыгнет, и все. Если такое случилось, и у вас убежала маленькая змея, опять же, первый совет, не паниковать, просто замолчать. Встать или сесть, я не знаю, где она у вас там убежала, на полу или на полке, и прислушаться, просто прислушаться. Вы ее услышите. Если вы будете топать, бегать и орать, она никогда не выйдет до ночи, пока вы не успокоитесь, не затихнете. Поэтому, чтобы найти змею, нужно ее слушать, а не искать руками, там вот так вот все переворачивать и наводить хаос и панику. Надо просто послушать. И вы ее наверняка услышите, ей будет любопытна змея. Она не будет сидеть в углу, она пойдет изучать пространство, и вы ее найдете. Таким образом, она сама к вам выйдет. Так, это что касается побегов. Опять же, возвращаясь к большому террариуму, он не нужен, пока у вас совсем еще крохотный шнурочек. Я вот специально принесла, поставила. Чтобы вам наглядно показать, хватит вот такого фаунариума. Можно купить на озоне, можно купить в зоомагазине, да где угодно. Вот такая у него крышечка. Это специально вот хорошо для змей, то, что здесь нету боковых вот этих маленьких крышек, еще бывают такие, ну, чтобы насекомых закидывать, нам со змеей это не нужно. Здесь вот по бокам еще есть вентиляция дополнительная, то есть не только в крышке. Еще вот здесь вот это тоже очень хорошо. Чем хорош такой маленький садок? Во-первых, вы никогда не просмотрите, что змея у вас убежит вдруг. Вы как бы все контролируете. Здесь вот небольшое такое вот пространство под крышечку. Все видно. Дальше в этом фаунариуме вам нужно разместить укрытие. Это, как правило, такой вот маленький кокос. На первое время его вполне хватит. Змейка очень маленькая. Свернувшись, она здесь отлично поместится. Ну, соответственно, на дно я не советую в фаунариум насыпать какие-то там щепу, опилки. Ну, неважно, что вы там хотите. Мне кажется, на первое время правильнее всего использовать салфетки. Ну, бумажные полотенца. Либо пеленки, как там для кошек, для собак впитывающие. Ну, вообще, хватит и бумажных вот этих вот салфеток. Просто их, ну, постелил. Змея маленькая ест часто, ходит в туалет часто. И маленькими порциями там быстренько это все свернул и выбросил. И проблем не знаешь. Вот такая вот мисочка. Керамическая, пластиковая, железная, на ваше усмотрение. Любая вот для кошек, для собак, паилка подойдет змее маленькой. Главное, чтобы змея поместилась в эту миску, свернувшись кольцами. Если она, ну, вы визуально увидите, подходит по размеру под свернутую змею, она может сюда залезть, когда будет линять. Ну, то есть, поотмокать вот в этой паилке. Если она сюда помещается, то ей такая паилка подходит. Касаемо термоковрик. Вот такой маленький, соответственно, фаунариум. Мы берем вот такой маленький термоковрик. 5 ватт. И даже будет лучше, если этот термоковрик, несмотря на то, что он такой слабый, будет регулятором мощности вот таким. Потому что очень маленький садок, и лучше контролировать температуру. Вот я тут себя пометила акриловым маркером. И вижу примерно, где у меня какая температура. Устанавливается термоковрик вот в один из углов. Домик лучше поставить, чтобы он был наполовину на коврике, наполовину в сторонке. Вообще-то неважно, где вы поставите домик. Ну, в прохладной зоне или прямо на термоковрик. Змея сама разберется, где ей тусоваться, если у нее будет выбор. То есть, вывод такой можно сделать, что термоковрик должен занимать 1 четвертую или даже 1 пятую от всей площади. 1 четвертую, грубо говоря, это удобно. Ну, примерно 1 четвертую, потому что у вас там будут еще стоять вот поилка, домик. Или, если речь идет о террариуме, то вы наверняка туда какую-нибудь корягу еще поставите или что-нибудь, чтобы змея там как бы ползала. В общем, необходима одна небольшая точка прогрева, размеры которой должны исходить из того, насколько большая же площадь у змеи. Ну, вот под такой фаунариум я кладу термоковрик не до конца под фаунариум, а вот до этой фипочки она вот так выпирает. Вот до нее кладу, и получается вот такая зона совсем небольшая. Для маленькой змеи этого достаточно. Вниз бумажное полотенце, проилка, укрытие. Включаем коврик. И что касается вот этого регулятора, надо следить за температурой. То есть мы не ориентируемся на пеленки и на субстрат. Мы кладем руку на голый пластик, либо стекло террариума. И пробуем температуру. Она должна быть еле-еле теплой. Ну, такой теплой, комфортной, на которой вы можете вот так руку держать часами, и вам ничего не будет. Ну, часами, конечно, не обязательно стоять, но это можно понять легко. Либо можно использовать градусники. Но я градусниками не пользуюсь. Я уже так рукой определяю нормальную температуру, чтобы змея не обожглась, чтобы ей было комфортно. Что касаемо градусников, которые можно использовать для точки прогрева, можно купить вот такой вот... Так, это не дешевый вариант, но стоит приобрести, потому что вещь действительно нужная. На таблеточных батарейках вот такой вот щуп называется. Такая у него штучка, которую вы можете поместить в любую точку. Это очень удобно. Вы можете положить её непосредственно на термоковрик внутри террариума, и узнаете, какая у вас температура в точке обогрева у змеи. Вот. Ну и вообще пригодится нужная вещь при инкубации яиц, там, ну и много для чего. Вот такая вот ещё штучка. Это термометр сверху, внизу маленький гигрометр. Вешается внутри террариума, фаунариума, но он показывает температуру атмосферную. То есть, если вы хотите узнать температуру коврика, вам придётся вешать его прямо в самый низ, максимально близко к коврику, и он всё равно будет показывать температуру чуть холоднее, соответственно, чем она есть по факту. Можно также использовать стеклянный такой тоненький термометр, у меня где-то далеко лежит, сейчас не стала искать, который крепят в аквариум для рыбок. Можно его попробовать положить на термоковрик. Я, правда, не знаю, какая там будет погрешность, но он вам покажет плюс-минус. Главное, чтобы там не было 35-40. И следим за тем, чтобы температура в точке прогрева змеи была в пределах 30 градусов. Если у вас в квартире 25, то это вообще отлично для змеи. Но ей нужно после того, как она покушает, погреться на коврике, который там до 30 разгоняется. В летнее время коврики вообще можно не включать. Погода и так отлично. Но я своим не включаю. У нас жарко. У нас солнечная сторона, южная. И у нас летом всегда жарко. У меня летом всегда коврики выключены. А зимой я их вообще не выключаю. То есть у меня есть небольшая зона, где прогрев не выше 30 градусов. И я спокойно. Я знаю, что моя змея, если ей надо, она там. Если ей не надо, она ползёт. Как бы террариумы позволяют это сделать. Поэтому коврики я не выключаю в зимнее время. Ну, там, то есть не занимаюсь вот этим бредом. Там дневная температура, ночная температура. У меня есть чем позаморачиваться, помимо этого. Вот, как бы, ну, не нужно сходить с ума. Всё будет хорошо. Главное, чтобы коврик не обжигал. Вот. Оптимальная температура 30. Для прогрева. Стула, молда. Стул. Она уже от меня устала, пока я тут снимаю это видео. Ну, в общем. Ой, гейка вылазь. В общем, что касается обогрева, я вам, в принципе, всё рассказала. Тут никаких особых премудростей. И если вы принесли змею, вот только-только её купили домой, не нужно с ума сходить. Если у вас прямо вот сегодня, прямо вот сейчас её минуты нету термоковрика, купите его на этой неделе, завтра, там, послезавтра купите. Ничего со змеёй вашей не будет. Тем более, если она у вас шнурок, и она у вас пока не ест опушённых мышей, волосатых, а ест голышей, то это вообще без проблем. Посидит без коврика, там, пока вы его купите. Лучше это сделать как можно быстрее, конечно. Но паниковать не стоит. Змеи эти вообще не проблемные. Всё у них нормально. Никаких особых там прибамбас для них не нужно. Что ещё хотела сказать. Вода, соответственно, в поилочке всегда должна быть свежая, чистая. Змеи пьют, как правило, после еды. Вы дали мышку, она выйдет, попьёт. Не нужно змею караулить. Она сама разберётся. От вас требуется только следить за тем, чтобы в поилке всегда была свежая, чистая вода. Змея разберётся, когда и как, и сколько ей пить. Если вы не увидели, как ваша змея пьёт, значит, она это делает ночью. Либо, когда вы отвернулись. Потому что невозможно вот так вот смотреть и прям ничего не пропустить. Змея это такое скрытное животное, которое найдёт, как это всё сделать так, чтобы мы не заметили. Так. Про линьку. Сейчас, кстати, вот здесь, в этом террариуме у меня находится Мошу. Он прям в глубокой линьке. Он же весь белый такой. Я его не трогаю. Пускай там сидит. Мы с легейкой пока ведём передачу. Ну так вот, когда змея ваша молочная начала линять, она перестаёт выходить из домика. Ну то есть она как бы предпочитает прятаться, начинает сидеть в своём укрытии безвылазно. Не нужно её кантовать. Пускай она сидит. Она сама знает, что ей лучше. Она сидит в укрытии, постепенно начинает мутнеть кожу, белеть глазки. Это всё нормально. Змею в этот период нельзя трогать. То, что я там вам показываю в роликах, как выглядит змея в линьку, я трогаю своих змей очень аккуратно, буквально на несколько минут, показываю вам и убираю. И я не делаю это каждую линьку. Я показываю вам змей в ознакомительных целях. Это не значит, что змею можно трогать каждую линьку. Нет. Змею в линьке лучше не тревожить. Она должна лежать в укрытии и спокойно линять. Мушу, например, когда линяет, любит свернуться в поилки, поотмокать. Это у него прям фишка такая. Что ещё? Змей лучше не кормить в линьку. Если вы покормили змею в линьку, не нужно паниковать, опять же. Ничего с ней не случится. Всё будет нормально, прокакается. Просто если вы... Ну, это тот случай, если вы заметили. Ну, то есть покормили и после этого заметили, что змея у вас в линьке. Ну, ничего с ней не будет. А если вы заметили, что змея в линьке, то специально кормить её в этот период не надо. Пускай она спокойно отлиняет. Даже если голодовка займёт около трёх недель, в общем, ну, с тем промежутком между... С интервалом между кормёжками и с двумя неделями линьки. Если всё это, в общем, будет составлять три недели, ничего страшного. Не нужно её кормить. Полиняла, сразу же можете начинать кормить. Змея после линьки очень голодная и с удовольствием всё скушает. Что касаемо витамин. Никаких витамин, никаких добавок, ничего, никуда посыпать. И давайте капать змеям не нужно. Змеи едят мышек, голышей, опушёнков там, взрослых. Во всех этих мышках у них у всех есть косточки. В косточках есть кальций. Соответственно, змея получает этот кальций и все остальные витамины, необходимые из мышек. Что касаемо ультрафиолета, тут тоже ничего не нужно, никаких особых ламп. Если вам хочется, вы можете установить ультрафиолетовую лампу, но выбирайте мощность, подходящую для лягушек и улиток. Ну, то есть там какие-то слабые лампы, я не помню, какие бывают. Уже давно такие не покупала. По-моему, два с половиной, от двух с половиной до пяти уфы, ну, вот этих UVB. Такие слабенькие прям совсем, по-моему, даже два с половиной где-то больше не нужно для змеи. И вообще ей хватит света из окошка. То есть если она в прозрачном террариуме и ей доступен дневной свет, то змее этого вполне хватит. Но можете, повторюсь, поставить лампу ультрафиолетовую, самое главное, слабую, два с половиной. Не знаю, тройка бывает, не бывает, я не помню. Посмотрите, пожалуйста, в интернете. Можно загуглить лампу ультрафиолетовая для улитки или для лягушки. Вот. Если вы возьмете мощный ультрафиолет, змея обожжет кожу. Не нужно экспериментов. Это не ящерица. Ей не нужен сильный ультрафиолет и не нужен сильный обогрев. Все нужно в меру. Что касаемо корма, соответственно, молодых змей кормим галышами. Ну, вот этими розовыми маленькими детками мышек, которые лысые еще совсем. Кормим, соответственно, шнурок маленький, даем одну мышку. Вообще, размер кормового объекта выбирается, исходя из самой широкой части вашей змеи. Но про шнурков сложно это утверждать, потому что галыш всегда будет казаться толще, чем маленькая змея. Там полуторамесячная, двухмесячная. Но никогда не смотрите, не выбирайте кормовый объект, исходя из морды змеи. Потому что морда это вообще не показатель, морда растянется. Главное, чтобы змея не лопнула. Ведь я шучу, конечно, змея не лопнет. Самое главное, не пихать в нее много маленьких вот этих мышек. Лучше, если вы видите, что змее не хватает, лучше купить ей одну большую мышку. Ну, соответственно, когда змея уже вырастет, не нужно в нее пихать много маленьких. Она отрыгнет. Потому что желудок у нее не резиновый. Он не растянется под много маленьких мышек. Соответственно, смотрите по аппетиту. Сытая змея уходит в домик и больше вас не тревожит своим вот этим выжидающим взглядом, когда же будет еда. Так делает только голодная змея. Сытая змея сидит в домике. Если вы змею кормили, а она вылезла и шуршит по террариуму, еще что-то ищет долгое время и смотрит на вас. Типа, может, еще что дашь. То, значит, ей уже маловато того, что вы ей даете. И, возможно, соответственно, опять же, смотрим на размер самой змеи и делаем выводы. Может быть, ей уже пора давать чуть больше мышек, либо мышку большего размера. Насчет того, как часто брать в руки маленькую змею. Лучше ее первое время вообще не брать в руки. Просто за ней ухаживать. Смотреть, как она себя чувствует. С каким интервалом она какает. Обязательно вы должны знать, сколько ваша конкретная змея переваривает еду. Три дня, четыре, пять. Вы должны выяснить, сколько ваша змея переваривает еду, чтобы именно столько дней ее не трогать после кормежки. То есть вы покормили змею, и вы ее не трогаете ровно до тех пор, пока она не прокакается. То есть после кормежки она должна переварить и оборожниться нормально. И потом вы ее можете брать в руки, если вам так хочется. Но, опять же, не больше, чем там на полчаса в день. Вообще, лучше ее первое время не трогать. Маленькая змея будет сидеть в своем домике и изучать вас. Смотреть, наблюдать. Она должна понять, что вы не представляете для нее угрозы, и что вы не хотите ее съесть. На самом деле, со временем змея с возрастом успокоится, станет более контактной. И не такой нервной. Так что, все проходит. А еще змеи эти могут от страха какаться немножко или писаться. Ну, в общем, это очень неприятно пахнет. Ну, вообще неприятно. Тоже не стоит обращать на это особого внимания. У меня такое было вот с Лигей. Она меня все время обгаживала, когда была маленькая. Даже укусила один раз. Засранка. Она была очень маленькая. И она очень боялась. Пугливая была. Самки вообще, как по мне, так намного тревожнее, чем самцы. Сначала по молодости. А потом почему-то наоборот все становится. Ну, не знаю. Какие-то особенности психологии у них, видимо. Хотя многие скажут, что все неправда, что и самки все одинаковые, что они вообще ничего не думают, ничего не понимают, только мыши живут. Я с этим не согласна. Так вот, если ваша змейка маленькая и гадится, там, на вас это все воняет, вам неприятно, это не повод сразу ее нести, сдавать обратно в зоомагазин. Она вырастет, она к вам привыкнет и будет себя вести адекватно и перестанет какаться. Если вы, конечно, ее не затискаете, не застрессуете ее окончательно, а что он вообще вас видеть не захочет. Так что здесь тоже надо это как-то мир узнать и очень много ее в руках не тискать по молодости. Потому что маленькие змейки молодые очень сильно стрессуют. Они очень маленькие, у них в природе очень много врагов. И они инстинктивно очень боятся, что вы их сальжерете. Не вы, так кто-нибудь другой в вашей квартире. Вот. Ну, наверное, это все, что я хотела сказать относительно этих змей. Сейчас я покажу, переключу камеру, покажу вам террариум с мышу и размеры термоковрика вот этого на 7 ватт. Это вариант термоковрика под большой, ну как большой, относительно большой террариум. Полигей террариум все равно больше, чем у мышу. Потому что она самка, она крупнее. А мышу достался по наследству террариум предыдущий, который был у Лигеи. Поэтому у них небольшая разница в размерах. Что, кстати, касается размеров террариума для взрослой змеи, то тут лучше 60 на 40. Это такой самый оптимальный вариант для большой, вот, ну взрослой, сенолойской или королевской, неважно, змеи. 60 на 40. У меня все террариумы узкие, у меня 30 сантиметров в ширину. Вот, но нормальные, мои не жалуются. У Лигеи длинный террариум 60, у мышу 50, чуть-чуть поменьше. Вот. Сейчас я вам покажу, как вот этот вот коврич 7 ватт я размещаю под террариумом у мышу. И, соответственно, покажу, что там у него в домике, как домик обустроен. Саму змею трогать не буду, потому что, повторюсь, он в линьке. 7 ватт вот этот коврик, он у меня тоже идет с регулятором мощности. Я вообще не беру коврики без этих регуляторов. Вот. Ну давайте переключимся. Вот я повернула камеру, теперь буду держать ее в руках, чтобы вы могли посмотреть на большой террариум, какой нужен взрослый, ну или такой уже подросший змее. Террариум горизонтального типа, не нужен им вертикальный, они не обезьяны, они не будут висеть на ветках, это не зеленые питоны. Это вполне себе такие ползающие по земле змеи, которым нужен горизонтальный террариум и горизонтальный, соответственно, фаунариум пластиковый. Ну сейчас мы показываем террариум. Здесь у нас живет мышу. Внизу в качестве подстилки я использую здесь щипа ольхи, у лигеи щипа бока. Ну это, в общем, без разницы. Поилочка. Вы видите, соответственно, она такого размера, чтобы мышу мог в ней свернуться целиком. Там чистая водичка, мышу в линке. Видно, он белесый весь. И, соответственно, большой кокос у него. Кокос достаточно крупный, но скоро ему придется уже покупать что-то побольше этого кокоса. Итак, термо-коврик. Сейчас возьмем. Милечка, ты помогать пришла? Малагарс. Берем вот этот коврик на 7 ватт и смотрим, что с ним можно сделать. Можно с ним сделать вот так вот. Сейчас я положу камеру. Террариум без ножек. В общем, вот, я его подсовываю вот так вот. Можно, конечно, до упора, но я не справлюсь одна. Стол скользкий. Специально принесли на стол террариум. Вот. Моему же сейчас нет. Помочь некому. Ну, в общем, вы поняли принцип. Я засовываю его в коврик вот сбоку. Не посередине, а сбоку. Ну, можно также его развернуть вот в эту сторону, например. Не туда, а вот так вот. И, получается, он занимает вот где-то вот такой вот угол. Это как раз примерно 1 четвертая. То есть здесь у нас купалка. И здесь, получается, вот две зоны без обогрева. И как раз домик стоит где-то на промежуточной территории. На самом деле, можно сдвинуть немножко домик. Но когда этот террариум стоит у меня на стеллаже, где живут все змеи, то я располагаю термоковрик вот так. Ну, соответственно, внизу. Мне неудобно одной рукой туда его запихивать. Ну, представляете, да? В общем, он лежит внизу. Можно его не до конца опять что-то убирать. И все равно получается примерно там, ну, 1 четвертая террариума. Где-то так. Ну, так нагляднее, конечно. Вот. Потому что террариум горизонтальный. Ну, надеюсь, всем более-менее понятно относительно термоковрика. И еще хочу добавить, что вот 7,5... Вернее, 5,7 Вт. Это, ну, максимум, что необходимо для этих змей. Мощнее коврики им не нужны. Это будет, ну, очень высокий градус для таких змей. Не нужно. 7 Вт вполне достаточно с регулятором мощности. Тем более, если стеклянный террариум, который без ножек снизу, вот так вот плотно стоит на полке, когда вы подкладываете коврик, там получается максимальное соприкосновение. Он хорошо прогревает. Там небольшая толщина стекла. И совершенно не нужно брать коврик мощнее, чем 7 Вт. Я так думаю, мне вот с моими змеями это оптимальная температура. И последний важный момент. Надо было, конечно, это сказать вначале, но я забыла. Термоковрик для тех, кому все-таки непонятно, надо размещать под террариумом или под фаунариумом, а не внутри. Ни в коем случае. Термоковрики никогда не размещаются внутри террариума. Только под террариумом. Под стеклянным, под пластиковым фаунариумом. Не важно. Под. Всегда. Снизу. Не кладем никогда такие вот нагревательные уборы внутрь террариума. Это опасно для животного. И не нужно. Так. Наверное, все. В целом, ну вот, что нужно знать на первых порах. Купили змею, купите мышей, голышей. Заморозьте, чтобы они всегда были в наличии. Да. Кормить надо замороженными мышками. Это безопасней. Для змеи. В плане того, что они промороженные, у них нет никаких паразитов. И в плане того, что они не нанесут никакой вред животному во время кормежки. Ну и это, пожалуй, все, что я хотела вам рассказать о змеях. Подписывайтесь на канал, если вы впервые на моем канале. Ставьте лайки к этому ролику, если вам все понравилось. И следующее видео я посвящу тому, стоит ли приручать домашних змей. И вообще, как это сделать. Ну а на этом я с вами прощаюсь. И всем удачи в содержании своих чешуйчатых питомцев.